Ретробал времен Победы. Вспомнить послевоенное десятилетие пригласили людей, переживших Вторую мировую, ребят с особыми потребностями. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Это уже третий ретробал, организованный в рамках проекта «Новые возможности». На этот раз программу посвятили 1945-55 годам. Времени, когда приходилось выживать в прямом смысле слова. Но даже тогда было место для праздника, уверены организаторы. Эту атмосферу и постарались передать. Пригласили людей с ограниченными возможностями и тех, кто пережил войну. Уверены, им есть чем поделиться друг с другом. Для них выступает оркестр, звучат песни послевоенных лет. Я считаю, что это прекрасно. Потому что то, ради чего это делается, ради того, чтобы побуждать людей объединяться, для того, чтобы вспоминать, для того, чтобы мы видели наши сильные стороны. Я думаю, это необходимо. Ежегодно мы стараемся в преддверии праздника для наших подопечных, а мы обслуживаем около трех тысяч пенсионеров, инвалидов и детей инвалидов, создать им такую праздничную атмосферу, чтобы они почувствовали, что мы о них заботимся, что мы их любим и мы их вспомним. И когда соединяешь людей, которые пришли в жутком состоянии после фронта, после Второй мировой войны, и они смогли поднять страну, построить новые дома, новые мосты, новые улицы. Я думаю, что тема 45-55-го – возрождение, обновление и диалог – это то, что нужно нам сегодня, которые надеются, верят и готовы что-то менять в лучшую сторону в своей жизни. Многие из этих ребят с особыми потребностями никогда не танцевали в вальсы танго. Для них молодые художники показывают самый простой мастер-класс, как своими руками украсить, например, новогоднюю елку. Вырезают фигурки из бумаги, сюжеты придумывают на ходу, потом из этого делают гирлянды. Помогаем ребятам, взрослым, любые формы, как нарисовать самое простое, даже немножко сложнее. По уровню совершенно разное. Может быть и очень простым сюжет, и довольно-таки сложным. Для нас это, конечно, больше как развлечение. Я не думаю, что это какое-то особенное такое искусство. Скорее всего, это, наверное, такое домашнее развлечение для детей и взрослых. Организаторы из благотворительного фонда «Мазальтов» уверены, такие мероприятия станут ежегодными. Уже во время этого бала желающих приобщиться к ретро-культуре оказалось больше, чем приглашенных. Так что в следующий раз, обещают, проведут с еще большим размахом.